Всем здравствуйте! Старик Гипербарийский снова с вами, а также вместе с нами Инга Иорн и её волшебный микрофон с членораздельным звучанием. Я приветствую всех зрителей и подписчиков наших каналов. Ну вот, наконец-то мы опять вернулись к записи Дивинити, чтобы подбить все концы, как говорится. Вот, мы находимся в доме Райкера, мы его шлёпнули, и теперь надо пойти и, наверное, рассказать Фатиме, спуститься в подвал. Тут у нас где-то есть олень, вон он светится. Ну, наконец-то вы догадались об олене. Я не догадалась, я его просто-просто вижу. Это меня ваш троллинг возбудил. Без конца хулиганит просто невозможно. Ну, что значит без конца хулиганит? Ну, когда-нибудь и этому наступит конец Гипербарийский. Да? Да. Всё. Идёмте, давайте. Сейчас я вспомню, в конце концов, куда нам идти. Так вот, этот олень, его там надо искать где-то в другом месте. Но у нас здесь есть... Боже, он наконец-то здесь оказался. Олень-то здесь, но он попросил найти его убийцу, а его убийца где-то на улице. А у нас тут есть люк. Я вам предлагаю в него спуститься. А он закрыт. Уже не закрыт. Ну, полезли тогда. Ну, я уже тут. Так, пошла... Прошла сохраночка. А вот такой клей, как будто мы здесь уже были, нет? Я где-то уже это пространство видел. Ну, судя по тому, сколько здесь не обобранных костей, нет. Мы здесь не были. Вот тут опять же портретики, вами так любимые. Черепа. Хорошо, соберём. Коллекция древности, говорит Сибила, да. На череп мы соплём. Так, а здесь что у нас? Дверь. Вау. Так, ты ту сторону осматриваешь, да? Какое-то колечко. А что это у тебя тут появилось? Справа, посмотри. Сейчас, 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 сейчас. Я опознаю этот самый доспех Кираса. Ух ты. Перекинетика. Так, ну-ка, дай-ка я пока что-то вину дам. Так, справа, что у нас появилось? В шкафу справа что-то загорелось. Какие-то хреновины. Ну, это какая-то коллекция антиквариата. Я оттуда череп уже взяла, но... Но они как-то загорелись, когда ты начала там это. Шевурдить. Ух ты, тут что-то такое. Ой, сверху убралось. Теперь смотри. Вот и когда что-то делала, они горели. Ну да, так надо просто на эту пирамидку нажать, и она тогда начинает светиться. Вот, видишь? Ну... А я нажала, она на прот, заткнулась. Ну да. Так, Сейн, иди вот тут дверь, открывай. Ну чё, фиг, неужели у нас нету кольца? О, ключи. Не, ручки, не замочные скважины, то должен быть какой-то скрытый механизм. Ммм... Скрытый механизм. Так, ну может быть он в соседней комнате, скрытый механизм? Скрытый механизм, мне кажется, это вот как раз эти пирамидки, блин. Возможно. Потому что там сундук тоже то загорится, то... И там тоже есть такая же пирамидка наверху. В каком-то из шкафчиков. Так, ну а что тут? Тут может быть только её включить и выключить? Вот, я её выключу сейчас. Слушай, а вот смотри, здесь ваза стоит, а здесь не стоит. Может быть на этот пистамент, пистамент, надо вазу какую-то поставить? Ну-ка. Сейчас я, здесь есть что-нибудь? Ну вот какая-нибудь... Воздук гудит от истока. Так, что-то Сибила не может это сделать. Так, Фин, а ты можешь? Вон. Ты там что делаешь? Мучаешь этот самый? Коллекшн, коллекшн. Я вон бочку тащу. Сейчас я попробую её поставить. Может быть, туда, на этот постамент. Хотя вот тут и центральный круг тоже очень подозрительный. Так, ну. Так, хиден механизм. А ты можешь взломать, Фин? Нет, он не может её взломать. Думаешь, круг, а может быть, совсем на него встать? Да, круг подозрительный. Так, ну что ещё может быть? Светильники. Так, я ничего не вижу. Что вы делаете, гиперборезики? Там такой же круг есть. А, вы смотрите. Ладно. А, пошли пока тут обшарим. Пошли тут, да. Видишь, может, что и найдётся. Воздух гудит от соуса. От магии. Так, ну давайте тогда будем. А, слушай, подожди-ка. Ты смотри, вот раз. Круг. Думаешь, в этом дело? Два круга. Ну да, ну да, ну да, круги. Сейчас я, подожди, я гнома сейчас отсоединю. Поставлю его туда, на дальний круг. Вот сюда вот я его поставлю. Вот пускай идёт туда. Там, допустим, я встану сюда. Хорошо, я Сибилу тогда поставлю на вот этот круг. Кнопка, кнопку нам, иди туда. Так, ты иди сюда. Ой. Ловушка. Да ладно, хрен с ней. Так, получается. Гном там стоит, этот здесь больше кругов никаких нет. Ну, это полукруг, где стоит гном твой. И важно, иди, Сибила, встала там. Сибила там стоит, да. Ну, а теперь Фейнам, иди попробуй открыть. Мне кажется, что... Это не совсем то. Подумаешь. Спрятанный механизм. Господи, что там происходит? Обижает меня, блин. Ловушки какие-то понаставили здесь. Бедный, бедный. Вы видите свое отражение в зеркале, и есть за что на что оценить там и все такое прочее. За что зацепиться взглядом, обычно так говорят про это. А вот, смотри, рычаг нашел. А, ну вот. Открылась там дверь? Где-то открылась дверь. Да, открылась. Ну что, пойдем сюда? Пошли, пошли сразу туда-то, да, сюда вернемся. О, сколько знаний, и все они сокрыты от пытливых умов. Какая жалость, говорит Фейн. Сейчас мы их раскрываем, сейчас мы их сравним. Без меня их уже раскрывают, а ты смотри. Так, что за книжка? Прочесть. Легенда о семерых. Боже мой, да сколько уж их можно уже? Слушай, здесь только этих книжных полочек. Пустых. Нет. Так, это Сибири, что ли? По-моему, стрелашка какая-то. Так, сила, на, на, вы, в очередь. Да, надо, да, да, Сибири, все надо, надо. Так, путеводитель по Арксу. Наш Смиюка что-то нашел. Бумажки сейчас наберем, так что это слишком мало места. А, нельзя сесть на нее. Ага. Так, какую-то книжку мы взяли. О призывах и призывателях. Это мы тоже читали. Ну, в принципе, можно взять. Ой, кусок мыла нашли. Ну, иди пятки по три. Так, а это что такое? Это же... Мыло. А потом у Феина нету пяток. Об эльфах. Так. Здесь он какой-то. Так много всяких полочек, я вам скажу. Свиток, каменная броня. Это можно дать кому-нибудь или себе взять. Нет, ну, себе возьми. Глядишь, пригодится. Так. Там вот сундук светится. Мне кажется, вот этим сундуком у нас сейчас будут проблемы. Что-то мне подсказывает, что так просто его открыть наверняка не удастся. Склеп Люциана. В тексте Хуберта говорится о нарождающемся расколе в Божественном Ордене. Конфликте между паладином и магистрами из-за останков почившего Люциана. Если вкратце, то паладину получили тело, но магистрам достался штаб Ордена в Арксе. Место для постройки нового собора, в котором должен быть похоронен Люциан. Угу. Так. Отрадные отвары. Так. Прочесть. Целебные свойства козляка широко известны во всех краях. Такого не ожидаешь от небольшого, похожего на поганку бурого гриба, растущего в темных и влажных местах. Но, тем не менее, этот незрачный малыш способен вылечить любой поразивший вас недуг. Ну, похоже, мы это знаем уже. Да. Так. Украшенный сборник гномов. Каждую страницу этого чудесного переплетенного сборника гномов украшают изящные письмена и ноты. Не каждый ученый смог бы расшифровать их, но вам это удается. Украшение священного огня, страж ярко горящий пламенем истока. Внемли священному зову и евенам зал, где нет богов. Крылатый хранитель песни заклинаем тебя. Жрец да истребит дождь демонов. Цепи да дождутся пленника. Из камня в прах, из камня в прах. По-моему, это тоже читали. В коротком рассказе Хуберт описывает свою встречу с Кракеном. Однажды ночью, когда он флыл на большом корабле, чудовище тащило под воду небольшую лодку неподалеку. Из текста может показаться, что Хуберт считает Кракена совсем не таким же большим, каким он на самом деле является. Ох уж этот Хуберт. Слушай, а тут лицерез лежит, а у нас уже есть лицерез. Так, Финн, ты не хочешь его взять? Вот так находка, говорит Финн. Так, тут вы все осмотрели, я вижу. Так, свиток ускорения. Сибила, дать тебе? Ускорение? Вы хотите Сибиле придать ускорение. Так, ну все, я дошел до сундука. Да, ну давайте. Ладно, тут уже все. А, ну вы еще тут не смотрели эти пауки? А, пришел, да? Ну да, там всякие бумажки, пустые флакончики. Книга навыков. Ох, я чувствую, как теряю силу. У меня исток вытянул, сволочь, этот сундук. Тернебий какой-то. Он меня исток вытягивает от сундука. Ну-ка, попробую взломать. Открыто. Так, пирамида телепорта. Угу. Так, что 5 рублей. Средние зелья физической брони. Громовая граната. Хрен с ним, возьму. Так, зелья лечения. И пирамиду кому-то. Ну, пирамида есть у всех. Давай гному. У гному ее нету. Как кстати, говорит гномик. Как кстати, а у меня два истока вытянуло, зараза. Слушай, а вот тут смотри, есть зеркало вечных, ну-ка. Какая тут, однако, коллекция древности, говорит Финн. Так, ну что ж, придется тогда где-то искать. Ну, там куча же было от рупешников, нами же убиенных. Ну, вот оттуда и соберем. Так, а ты тут не делала этих самых? Не вы, ну. Глазиков. В той комнате, в той комнате. Не призывала духов. Сейчас я здесь призову. Нет, тут никого нету. Ладно, хрен с вами. Но самая ценная добыча, это пирамидка телепорта. Это четвертая, их всего четыре в игре. Количество спутников, так что теперь. Мы все сможем перемещаться друг к другу. Так, фейн, иди, исследуй этот скелет. Да, ничего там нету. Ой, тут кошачий скелет лежит прямо под этим. Скелет кошки. Внизу. Бедная, верная кошечка умерла, наверное, вместе со своим хозяином. Какая жалость. Какая-то рубашка. Так, так, что в этом подвале? Очевидно, если бы мы ракера не убили, мы бы, наверное, сюда и не зашли. Я так понимаю, это он тут свои эти... Так, я ключик нашел. Странный ключик я нашел. Уж не от той или двери, которую мы с вами открыли. Хотя нет, рычаг. Умерзительные кувшины. Интересно, если посмотреть. Можно посмотреть, что там у них? О, там какие-то заспиртованные руки, ноги. Фу-фу. Так, что у нас тут есть? Пустые бутылки. В принципе, такого ничего ценного. Кусок прогнившей плоти, лист бумаги. Прогнивший торс. Нет, это все для Сибилы. Хотя, между прочим... Так, свиток ядовитая волна даю этому вашему... Этому фейну. Угу. Ну, давайте. Какие-то кристаллы. Эфе, не надо трогать гробы. А тем более таскать их себе в карман. Кость и плоть, разделенные и сшитые вновь. Не самая приятная разновидность некромантии. Ну, да-да-да. Видишь, он тут некромантией занимался. Так, набрали кучу пустых флаконов, но они и нужны. Мне нужно делать. А, вот, тут есть исток, кстати. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас я приду. Так. Матросы, мародеры и братья-магистры. Не плывите на свет. А в дрифт-фуде нет маяков, нет огней, указывающих путь кораблям. Свет в ночи это приманка отвратительных гномов, которые заманивают вас в свою смертельную ловушку. Поверьте мне, я знаю, о чем говорит магистр Иверика. Ну, это мы уже вроде как читали когда-то. Где-то я находила такую же записку. Кромадное кольцо. Так, выучить навык. Какая-то книжка будет. Вот ты подожди, там все подряд-то навыки. Книга навыка кровавый голод. Нет, тебе он так точно не нужен. Ну, ты кредит, а кому он нужен? Ну, просто возьми, а там уже посмотрим. Ну, если мне не нужен, то я тогда... А его объединить можно с чем-то, блин. Да-да, их можно... Изберу. Из этих книжек, да, можно сделать новые. А, тут ничего не было, нет, это финн туда не может добраться. Не достать, говорит. Какие-то чана. Да, груда костей тут, конечно, знатная. Это ракер тут у нас повеселился. Ой. Так, ну вот. Кусок мяса. О, фу, какая гадость. Фу, какая гадость. Покажите еще. Так, гнилая отрезанная голова. Гнилая прогнивший кусок мяса. Господи. Не завершенный слуга. Если вы все правильно поняли, то в этом стихе говорится, что из зуба можно сделать оглушающий наконечник стрелы. Стоит попробовать, даже если получится какая-нибудь ерунда. Я вырву зуб, возьму я клык. К такой работе я привык. Я кончик зуба заточу и наконечник получу. Пусть враг стрелою поражен, падет на землю оглушен. И если с ним не совладать, охотник может... Что? Подождать. Нет. Закричать. Нет. Не знаю. И если с ним, за зверем не совладать, охотник может... Помирать. Нет. Ну что вы меня мучаете? Что вы в таком случае сами лично делаете? Если не совладать, убежать. Правильно. Ну видишь, это мне последняя очередь приходит в голову. Так, всё, взять, добавить товары. Так, всякая какая-то гадость. Почему вообще дело? Так, какие листы в бумаге уже нашёл. Всякие пустые бутылки, пустые бутылки, ну... В книге получается разобрать один рецепт. Но он больше напоминает головоломку. О, это вам. Придётся экспериментировать, чтобы понять, о чём тут говорится. Жгучее пламя в том, в чём есть острие. Морская вода во всём, что она даёт. Земля под живым коврок из трав и цветов. И... И вате подобен воздух сонных облаков. Это стих, что ли? Или мягким другим вещам на своём пути. Смешанный признак с сутью и свитками обрати. Господи, подожди. Это надо с выражением читать. Я думаю, это просто так. А это ещё и стих. Жгучее пламя в том, что есть острие. Морская вода во всём, что она даёт. Земля под живым ковром из трав и цветов. И вате подобен воздух в сонных облаков. Или мягким другим вещам на твоём пути. Смешай признак с сутью и свитками обрати. Короче, темнокер. Ну, это, короче, свиток. По-моему, это... Фу-фу-фу-фу. Как им можно сказать? Ну, ясно. Так. Ножик. А вот всё остальное, секач для мяса. Где? Не вижу секач для мяса. А вот он. О ящерах. Описание расы ящеров Кренли Хуберт начинает и заканчивает повествованием о домах войны, законов и снов. Он рассказывает удивительные истории о физическом совершенстве и остроте ума. И о том, как важна древность родословной. Кроме того, Кренли упоминает о драконах. Ну, уточняет, что считает их сказкой. Ящеры, конечно, впечатляющие существа, но не до драконней степени. Ну, видишь, о тебе говорили о другом. Так, слушай, тут лежит какое-то письмо. Ну-ка, давай я его почитаю. Давай. Все понятно. Так, ну что я вам хочу сказать. О следопытах. В этом коротком трактате, различных охотников и стрелках, которые встречались в Кренли в его странствиях, по диким землям тон историка становится немного подавленным. С некоторым из них утверждает он, ему даже почти удалось познакомиться. Но все такие знакомства происходили исключительно в темных тавернах, а вовсе не в лесах. Кажется, Хуберт благодарен уже за то, что никто не садил в него стрелу. Это мы читали, я помню. Так, добавить товары. Ну, дело в том, что это... Рождение семерых, это, понятное дело, добавить товары. Так, свиток воскрешения. О, я много потратил. О, это хорошая, хорошая. Хорошая вещь. Так, это что за хрень? Иди на ручки, Джеки Джек. Дай мне тебя обнять. Ты всех на свете, Джеки Джек, дороже для меня. Твоя улыбка, Джеки Джек, мне словно свет во тьме. И мое сердце, Джеки Джек, принадлежит тебе. Играй, учись, имей в виду. Жизнь бесконечный бег. И даже если я уйду, будь счастлив, Джеки Джек. Это очень странная... Странная письмена. Почему семерых богов нет и никогда не было? Боги. Ха-ха, сказки вымысел не более того. Как можно принять великие тайны жизни за проделки призракам? Благодать и красота природы. Какими же глупцами вам надо быть, чтобы приписывать все эти чудеса какой-то непонятной сущности? Вы можете возразить, и как же душа людей и высших животных? Так вот, мне довелось изучить внутренние устройства самых различных существ. Как живых, так и мертвых. И никакой души там не было. Как и следов, так и незнакомых богов. Только кровь, кости и мягкие ткани. А кто это написал? Что-то не это самое. Мне кажется, это Райкер написал. Нет, просто трактат о человечестве, и там автора нет. Угу. Хуберт вспоминает о встрече с лужей крови, которая вдруг поднялась с пола и напала на него. Он едва остался в живых, и оказалось, что зря обетал. Хуберт. Энциклопедия Хуберт. Уши-то флаконы, а их продажу ставили? Или как? Какие черные флаконы? А где там вообще есть? Нет, черные флаконы, по-моему, да, на продажу. В них, по-моему, ничего. Путь и паломничество тут у тебя еще. Да, слушай, тут куча книжек. Так, ну что я тебе хочу сказать? Я обыскала там, где были его эти эксперименты. Там ничего такого интересного нет. Даю свиток ускорения фейны. Ты, слушай, как-то вы так всем выдали по свитку ускорения. Это с чем-то связано? Ну, так вот я и говорю, что именно... О, способности принимать чужой облик и дрались, залагались легенды и мифы. Кренли Хуберт не дает поспешных суждений, не делает поспешных суждений, однако такая возможность кажется ему потенциально юридической. Впрочем, можно заметить, что его весьма занимает мысль о том, что человек, а Хуберт, надо заметить именно человека, может ненадолго превращаться в курицу. Это мы видели. Да, да, да. Очень часто. Так, ну и что, да, нашла классный молот, но он двуручный. И в принципе... И в принципе, наверное, все тут у нас внизу, да? Ты, значит, тролли. Ты, значит, тролль, по-моему, мы читали. Да, 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 да. Так, все, и это сразу их товары. Так. А это что такое? Ну-ка. Захватывающее или слегка фантастическое описание летающего насекомого ядного исчадия пустоты. Товары. Да, у Райкера действительно тут. Библиотечка у него хорошая. Рецепт флакона с проклятым ядом. Маску надень во тьме ночной, с ядом флакон смело открой сферу истока, давай не жалей. В муть ядовитую и щедро налей. Больше стараться и вовсе не надо, флакон ты получишь с проклятым ядом. С ядом, да еще и проклятым. Какое изуверство так, а что это тут за цветочек такое интересное? Пергамент пропустил тут у нас гиперборейский и... Хуберт сам признает, что его мало интересует нефть, а вот познание и обыщание их пустоты, порожденных ей, оказывается неожиданно глубокими. Об эльфах. Так, это мы уже читали. Опять? Опять споклёп. Смерть еще не конец. Книга для всякого сомнения написана рукой Крэнли Хуберта, но неровный почерк выдает то, как нервничал автор, рассказывая о темном искусстве некромантии. Может показаться, что ему не слишком приятно было описывать метаморфозы плоти. Легко представить, как по коже автора бежали мурашки, когда он писал о мертвых, возвращающихся из жизни или живых отданных гниению. Так, ну, у меня попался тоже Хуберта, происхождение Александра, но это мы читали. Берегись, ловушка. Так, там внизу я все обыскала, поэтому идите, берите себе там исток. Так, что тут у нас за книга? Трутовик, особенно крепкий гриб, за которым охотятся многие изготовители зелья. Если вы сможете добыть его, то приготовленный из него отвар сделает кожу выпившего такой же твердо, как сам Трутовик. На время, конечно. Так, ну, там... Так, где я должен брать исток? Я же не знаю. А, вон вижу один есть. Так, эти самые, да. Так, это что у нас о гномах? Так, это мы читали. А это... Да, Лис Кувалда и Форд Радость. Ага, ага. Так, это вы здесь все обыскали по этой стороне. Ну, я всякие руки и ноги не собирала, потому что они гнилые, Сибилы, то есть не будет. Не будет. А флакончики со стола, а всякие баночки. Ну, баночки, а не там по евро, по рублю. Я не стала браться там. Куча этих всяких флаконов. То есть и мне не брать? Да, ну, нет. В принципе, как бы, если у нас будет какой-нибудь денежный недостаток, можно будет сюда всегда вернуться, эти баночки собрать. То есть сейчас, в принципе, не стоит там на них тратить время. Так, ну вот, исток вы поглотили, у вас один остался, да? Да. Так. А там еще, кстати, был второй подвал. Подвал был рядом с головой оленя. Так, ключи от изждевать искал, я взял ключ. Ну вот, наверное, от него, ну, есть. Что-то как-то здесь не особо. Ну да, ну да. Ладно, пошли. Пирамидку. Мы сюда спускались, в принципе, за пирамидкой. Так, ну что, пойдем во второй подвал спустимся. Где мы, кстати, господи? Второй подвал был где-то вот тут. Вот он. Блин. О! Так, что у нас тут? У нас тут крыса ходит. Миска. Эй, яблоки, картошка, сыр. Ага. Он должно быть голоден. Скажет, чтобы поделиться с ним едой, если найдете ее. Хвост крыса скручивается и раскручивается. У, что прижимается, главит, отопорщится. Еда, еда, еда. А, я сейчас вспоминаю, в чем дело. Можно прогуляться чуть-чуть дальше. Что-то тут не нравится. Фейн, он говорит, как-то немножечко тут жутковато. Картошку нашел я. Принц, пройдемте со мной. Вот, смотри. Поговори с черепахой. Так, противоположности притягиваются, называется. Крис, черепаха поднимает на вас взгляд медленно, затем смотрит вниз медленно, затем снова на вас медленно. Ох, везет мне в жизни, не везет в любви. Так, утешься ее. Она влюблена в кого-то, кто ее не любит. Скажет, что это весьма странное место для черепахи, кто ее хозяин. Она утешит. Она сдает вдох и вдох, вздыхает, затем снова и сдает вздох. Вроде крыса, он вот там, не моргая, иначе промеркнет мимо. Словно-словно крыс. Он красивый, а я размазня. Я слишком медленная, чтобы его чмокнуть. Так, ну так хочется. Если б только я за ним поспевала, я бы мычала ему в ушко разные нервности. Сказала бы, что люблю его, поделилась бы своей свеклой. Я люблю свеклу. Предложить побеседовать с крысом вместо нее. Вдруг вы можете его умаслить. О, как мило. Но я люблю, ман. Я не люблю масло. Лучше попробовать морковный сок. Или же... Так, промолчать, пусть говорить. Угу. Нектар? Нектар. Любят ли крысы нектар? Может быть сырный сок? А бывает ли вообще сырный сок? Сказать, что никого об этом не слыхали. Окей. Ох, я жаль, если нет. Ведь тогда я была бы... Сыр в масле катались, стояла бы за эту черепаху. Она улыбается в собственной шутке, чтобы ответить рот полностью и требует не меньше минуты. Так, конец диалога. Так, где этот крыс? Церкление у принца закончилось. Времени нет, жрать в качу. Так... Он должен быть голоден, сказать, что вы поделитесь с ним едой, сказать, что он посидел немного на месте. Черепаха кое-что хочет ему сказать. Голден, хочу сыра. Крыс принихивается к вашему запаху, и волосы подергиваются. Еда? Ну, чё, не хочет он, ни хрена. Так, и проборийский. Смотрите, что надо сделать. У вас есть сумочка с едой. Идите ко мне. Надо проложить дорожку из еды от черепахи к этому крысу. Дело в том, что у Сибилы тут не так много еды. Ну, я картошку какую-то тут подобрал. У тебя есть кошелёк, в котором есть еда. Отдельно сложена. Так, ты даже решёйте такой подобрать. Какой-то ошейник. Какой ошейник? Так, состязание популярности. Я его поднял, и вот у них какая-то херня добавилась. А, так это по поводу собаки и кошки. Это, наверное, вот ошейник-то и есть этот аргумент. Так, вот я щас кумбрию нашёл. Мне-то кажется, что крысу нужно что-то такое. Всякие там яблочки, ещё что-нибудь. А, блин, он прибежал сюда и съел грушу. Но не подбежал к этой самой. А, всё, смотри, он прибежал к груши, съел грушу. И у них теперь любовь. Всё, поговори с черепахой, она счастлива. Любовь похожа, а я на сон. Сказать, что это весьма странное место, кто её хозяин. Раньше я была при госпоже, а она была, а потом её не стало. Теперь хозяин райкер, милый парень, даёт мне свёклу. А я люблю свёклу уйти. Пусть земля под твоими ногами всегда будет мягкий. Всё. А с крысом? Да, где он, зараза? Да, вон от него там сердечки отлетают. Я его не могу изловить. Ну вот, у нас появилось. Любовь, есть любовь, есть любовь. Всё. Понятно. Ну что ж, всё. Подожди, тут ещё дальше есть. Так, а мы там, вот тут какая-то картофельная каша. Мы тут всё обыскали. Арбуз, вот можно было очевидным арбуз дать. Так. А-а-а. Я знаю, где это подземелье. Так, а там мы наверху всё обыскали, нет? Где там? Ну вот здесь вот, вот здесь вот какие-то миски, ящики. Я там обыскал, я же тебе сказал, я взял там ошейник. Ну в бочках я не лазил, в бочке там он ещё. Если ещё все миски собирать. Ну в бочку можно ещё побежать. Так, ну нам всё равно надо, наверное, наверх и с этой, с кошками, с собаками. Да, подожди, с кошками, с собаками. Здесь ещё смотри, сколько этого. Спрыгать сюда вниз надо, вот. Вот тут двери какие-то ещё, что тут хрен знает. Или мы здесь были. Портрет я тут не собирал. Портрет не собирали. Портрет висит. Жрач какой-то. И лестница. Или это другое подземелье уже. Это подземелье под домом, помнишь, где они не пройдут через мост, там мы воевали. Опускали мост и так далее. Всё, ладно, тогда пошли отсюда. Вот, я не знаю, почему я здесь не была. Так, пошли, ладно, не затягиваем. Да, нам надо вернуться и разрешить спор с собаками. И тогда, в принципе, можно отсюда уже и уходить. А где они были? А где они были? Они были на втором этаже, вот сюда, по лестнице. Так, вот здесь вот была паучиха, а кошки и собаки были здесь. Я нашёл. Так, я за кошку буду. Ну, кто-то сомневался. Итак. Эта дворняжка считает, что раз хозяин ценит её безмозглую предность, что значит, он любит её больше, чем меня. Я, с другой стороны, знаю наверняка, что хозяин по-настоящему любит лишь меня, а так как искренне восхищается моей красотой и манерами, врождённой великолепием, он, считай, поклоняется мне. Собаку хозяин любит, котом любуется. Это-то не одно и то же. Ну, ты темнота, блин. Нет, я чёрная с коричневым. Видишь, с кем мне приходится общаться. Ну уж, помоги мне решить спор. Скажи ей, что она не права. Сказать, что прав кот, сказать, что права собака, сказать, что уверен, что хозяин любит обоих одинаково, и покончить. Сказать, что вы по размыслили. А, слушай, одинаково они, наверное, не согласятся. Ну, можно попробовать. Ну, я хочу коту. Ну, делай как хочешь, господи. Коту так, прав кот. Вот, видишь, точка, слушай его, он умный. Я не понимаю. Убеждение ловкость, убеждение интеллект. Сказать собаке, вы знаете, что она с радостью умрёт от своего хозяина. А вот готов ли хозяин умереть за неё? Успех. Похоже, так оно и есть, флиповый. Я расстроен, мне жаль. Я сделал что-то не так. Мой прошлый хозяин умер бы за меня. Это точно. Я это знаю, потому что он и вправду за меня умер. Ну ладно, ладно, точка, полно тебе. Пойдём развеемся, поохотимся на крыс или ещё на кого. Вот знак благодарности я расскажу тебе об одной интересной штучке. Ты найдёшь её под ванной наверху. Кажется, другим двуногим такие штуки... Кажется, двуногим нравится. А, нравится такие штуки, я же с этим уже наигралась. А тебе спасибо и удачи. А чё с ошейником-то, да? А мне кажется, что если б ты собаку выбрал, то, наверное, бы... А может быть, я бог его знает. Может, какие-то другие варианты были. И тогда бы понадобился ошейник. Но если б ты сказал, что одинаково обоих... Не знаю. Ну, а про то, что кошка рассказала, она рассказала про бриллиант. А бриллиант у нас уже есть, мы его нашли в прошлой серии. А какая-то красивая сервировочка. Сейчас моё похлёвочка прям с грибами. Ой-ой-ой. Чёрт, нельзя садиться играть. Не трогай, говорит, стол, не трогай. Сама всё себе захопала. А не, это, там внизу был стол. Внизу был красивый сервированный стол. Так, ну тогда валим отсюда. А, подожди, а портретик-то, портретик. Портретик, да. Но он кричать сейчас опять будет, наверное, портретик. Я его потому и не стала брать в прошлый раз. Блин, я взяла лежанку собачью. Или кошачью. Господи, Сибила, выброси её. Где она? Лишила бедных животных. Вот, корзина для животного. Всё. Валим отсюда. И так уже барахла набрали. Да не говори. Не, она здесь очень всё красиво сделана. Вот кошки домик такой с черепами. Так, страшно. Сундучки. Так, ну что ж, пошли. Куда идём? Так, идём. А, слушай, нам надо эту ящерицу найти. А, то есть мадам. Мадам эту, как её фигу. Да, ты, ты. По тему. Мо. Вот. И она же говорила нам, что сказать, если ракера там убьём. Так, она где-то ходила, песенки распевала. Вот, где она теперь ходит? Ну, далеко она от дома и вроде как никуда не лазила. А, слушай. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Пербориски. Смотри, вот же, мы тут встречали вот этот вот круг. И из цветочков. И в нём этот самый чесер, олень убитый. А вот стоит и дух охотника за оленями. Ты куда пошла-то вообще? Ну, как же? Ты с клапища ушла, что ли? Ну, да. Блин, я-то не пойдусь, а я буду искать эту. То ищем эту саму Факиму, то идём как-то круг. Ну, я случайно. Я, видишь, ворота были открыты, я даже не поняла, что это не кладбище. Ладно, давай, я тогда поговорю с этим духом охотника. Я никогда больше здесь не покажусь, мастер Райкер. Клянусь богами. Он трясётся, сцепив руки, всем своим видом выражая раскаяние. Так, ну, значит, надо глотать исток призрака, поэтому тебе надо сюда, у тебя же нету истока. Правильно, а чё я? Я ищу Фатиму. Хорошо, тогда ты ко мне просто пирамидкой переместишься, и тогда... Ну, она да, она где-то вот здесь вот ходила. К сожалению, тоже не вижу. Так, вот Фатима. Она тихо напевает себе поднос, мелодия струится в так движением её глаз. Сказать, что теперь Райкер не сможет причинить и вреда не ей, никому-либо ещё. Его слуги свободны. Ящер умолкает, по её лицу расползается улыбка. Это всё потому, что он захотел нарушить завет. Узнал способ. Какая-то скрижаль в пещере, вон там. Она тычет пальцем в карпу и проделывает дыру в районе чёрных копий. Хе-хе. Я теперь принадлежу себе. Слуги чертогам. Мне это нравится. Мне нравится. Она снова начинает напевать. Сначала тихо, всё громче и громче. Запивая звучный гимн. А вот десять пядей вниз, там люди спят. Хоронят гномов неземного чрева. Так, даёт она нам. Волшебные сведённые сапоги. Дерьмецо. Так, бронька, дерьмецо. Жезл. Дерьмецо. Волшебный гном и посох. Так, я сейчас по... Значит, это шестьсот. Тысяча двести нагрудник. Ну, нагрудник херь полная. Ну, по цене зато дорогой. Дороже, чем посох. Ну, значит, берите то, что просто дороже всё. Так, а, вот тут улы есть. Так, я там, кстати, посохи. Кто сам он стреляет. 35, 343. Если бы со стороны гнома посмотреть, конечно. Плюс один телекинез. Ну, если посох двуручный, то гнома он не пойдёт. Причём, где тут это видно, что двуручный. Там есть внизу, даёт навык посох мага. Даёт навык посох мага. Значит, это двуручный. Всё. Всё, вставай. Тогда стальной доспех. Всё. Так, всё. Куда там идти? Давай, где ты есть. Нажимай своим этим змеем на пирамидку. Да я сейчас сам приду без пирамидки. Я уже знаю, где спрятались. Ну, это долго. Кто сказал? У нас есть ровно две минуты. Да что ты. Для того, чтобы мой гном пришёл сюда. Ага. Вот вы уже проявились. Всё, разговаривая с этим духом охотника на олене и это. И поглощая его. Гномом говорить? Зачем гномом? Принц, принцу нужен исток. Перед вами стоит призрак браконьера. Он молит о пощаде, но не вас. На вас он даже не смотрится. Прошу вас, мастер-райкер. Это была ошибка. Я бы ни до что не убил этого оленя, если бы знал, кому он принадлежит. Поглотить исток призрака и всё. Ну да. Призрак браконьера внезапно поворачивается и замечает вас. Это постыня, что он успевает увидеть. Ну вот, теперь надо прийти и рассказать с голове оленя, что его обидчик найден и наказан. Давай быстрее пошли, тогда нам серию надо заканчивать. Ну да, хотя бы на чём-то позитивном её закончите. Так, где тут был Томфе Горо Райкера? Да так и будем без конца туда-сюда бегать. Без конца в конец, блин. Всему приходит конец киперборейский. Даже бесконечная история. Это бесконечная серия. Вот, тут твоя Саламандра. Кстати, с Саламандрой ты тоже можешь поговорить, потому что... А я же с ней говорил уже. Ну, под конец. Мы же говорили с ней до того, как Райкера убили. Ну, ещё только под конец поговорю тогда, ладно. Так, Саламандра. Благословенно будет память о Заре. Надеюсь, ты чтишь её. Конец диалога. Всё. А, ну, значит, всё. Чё, ты поговорила с Башкой? Не-не-нет, ты же дух поглотил, поэтому и говори. С духом оленя, а не с Башкой. Видишь, дух стоит. Ты вообще видишь дух? Так, голова оленя пялится в сторону пустыми слухами углазницами. Он вурит загадочно и немного тревожно. Коснулся чучела. Конец диалога. Так, всё, говорю с оленем. Придночный олень наклоняет рогатую голову в вашу сторону. Ради чего этот глупец-браконьер остался жизнью? Ответ до сих пор лежит в траве. Найди его, и ты познаешь мудрость, которую браконьер не смог уразуметь. Ну, всё, поглотите сток и уйти. Больше ничего не надо. Ха, странно. Неужели мы там что-то не заметили? Пока я попрощаюсь и уйду, а нам надо серию заканчивать. Ну, давайте, потому что, в принципе, мы там у этого браконьера находили что-то. Возможно, там просто клад. Но я читала, что этот квест про оленя забагованы. Поэтому он может получиться, а может и нет. Вот так вот. В конце концов, зачем нам это знать? Да, да, да. Так что многоуважаемые зрители и подписчики. Спасибо всем тем, кто посмотрел. До свидания. Встретимся в следующей серии. Ещё раз спасибо, до свидания и... И пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok